Добрый день! Сегодня анбоксинг. Компания GAN наконец-то выпустила свой Megamix. И он ко мне пришел уже несколько дней назад. Я его уже некоторое время тестирую. Поскольку это анбоксинг, я его сейчас распакую. Коробочка такая белая, лаконичная. С этой стороны все по-китайски. По-английски есть надпись только GAN Mega. Но и осторожно. Детям не давать, а то съедят. Здесь GAN CUB и логотип. Внутри нас ожидает мячик. И бокс с дополнительными всякими аксессуарами. Megamix я, как уже сказал, крутил. Эту коробочку по обычаю не скрывал. Поэтому давайте начнем с нее. Что нас здесь ждет? Во-первых, фирменная карточка с Megamix, с номером, с кодами. Оп, красиво. Инструкция. Все, по-моему, большие портянки из 3х3 у GAN. Здесь поменьше. И все по-китайски. Ну, какой-то, видимо, базовый метод по Megamix здесь показан. Кстати, вот, и в ботинице тоже есть алгоритмы. Ну, как бы, те, кто купит Megamix от GAN, вряд ли будут нуждаться в этой инструкции. Дальше. У нас две одинаковых таких емкости с гайками. И мешочек. То есть, слегка прорезиненный, с логотипом UGAN. Ну, обычный мешочек. Как мы видим, здесь гайки трех разных видов. Два комплекта не как в трешке, потому что все-таки Megamix имеет 12 осей, 12 сторон. Соответственно, по 12 гайк каждого цвета должно быть. Изначально, насколько я знаю, установлены гайки зеленого цвета. Здесь более жесткие, более мягкие. То есть, можно кастомизировать. И в каждом контейнере по ключу вдруг один потеряется. Ну, гайки мы особо рассматривать не будем. Здесь мало отличия с кубиками 3х3. И там про них все уже известно. Нас будет больше интересовать сам, естественно, Emilia Wings. Бокс круглый. Такой оригинальный. Впервые такое вижу. Открывается легким поворотом. И я бы не сказал, что очень легко обратно закрывается. Как-то еще надо постараться, что-то, чтобы совпало. Какие-то пазы. Не вот закрылся. Как бы красивая штука. Но насчет практичности не знаю. Скорее всего, использовать ее мало кто будет. Мешочек больше пригодится. Мегамикс мешок помещается отлично. Так, сам мегамикс. Что мы сразу видим? Я сравнивать буду с другими достойными мегамиксами. А их у нас на данный момент всего три. И рассматривать я буду только магнитные мегамиксы, поскольку эпоха немагнитных прошла. Это у нас X-Men Galaxy V2M, V2LM и MGC. Что можно сразу отметить? Ган не использует ребра, использует углубления в деталях, конкретно на углах. Очень похоже на решение в мегамиксе от Cyclone Boys. Похожие углубления, ну, по фотографиям, которые были до релиза, мы это уже видели. Единственное, что сразу скажу, в пользу Cyclone Boys серый цвет здесь был более контрастный, чем магнитный. Ну, к этому сейчас вернемся. По размеру. По размеру Ган у нас такого же размера, как V2M. То есть, длина грани 33 мм. То есть, он чуть меньше, чем V2LM. Совсем чуть-чуть. Ну, и сильно меньше, чем MGC. Ощутимо. Комфортный ли это размер? Да, в принципе, нормально. То есть, я долгое время крутил V2M и был рад. Когда вышел V2LM, он мне стал поудобнее, я перешел на него. Открутил на Ганне где-то, ну, больше 100 сборок. Ну, и размер это меньше, что меня смущало в этом Мегаминксе. Сразу предупреждаю, что в этом видео будет много субъективизма, много личного мнения, основанного на личном опыте. Не берусь утверждать, что то, что я скажу, будет истинно в последней инстанции. Ну, в общем, как обычно. Я не отношусь к тем людям, которые купили что-то дорогое и будут его хвалить только лишь бы из-за того, чтобы не жалеть об этом. Ну, вы и так знаете это. Ган – самый дорогой Мегамикс. То есть, он сейчас уже начинает продаваться в России и он больше 3000 стоит. Примерно в два раза дороже, чем в Galaxy V2LM. И, соответственно, вопрос, а стоит ли он этих денег? Давайте разберемся. Я открутил, как уже сказал, больше 100 сборок и мои результаты на Ганне хуже, чем на Galaxy. Объясняется это разными факторами. Во-первых, здесь расцветка более тусклая, более блеклая. Сами элементы матовые, то есть не такие блестящие, к каким я привык. Матовые элементы. И при слабом освещении, ну, недостаточном, их сложнее различать. Совсем субъективная вещь – здесь серый цвет, который невозможно заменить на черный, что является огромным преимуществом серии Galaxy Taxmana. Да, так делают не все. Это дело вкуса, но мне это очень удобно и мне этого не хватало здесь. То есть определение ОЛЛ, особенно там 4-5 угловых, мне здесь занимало больше времени. На том же Циклан Бойсе серый цвет более яркий и таких проблем не было, хотя это и бюджетная модель. Я вот очень надеялся, что Ганн, если взял что-то у Циклан Бойса, ну, нельзя сказать, что он у Циклан Бойса, хотя у них просто решение похоже. Но расцветку сделает хотя бы какую-то более контрастную. Я не ждал, что Ганн в комплекте будет поставлять черные детали. Нет. Ну, все же, хотелось бы чего-то здесь поярче. Все такое достаточно блеклое. Ну, в основном это из-за матового пластика. При ярком освещении нормально. Вот я сейчас перед самим видео сборок 15-17 открутил. Терпимо. Сел под яркой лампочкой и все хорошо. Но мы прекрасно знаем, что на соревнованиях далеко не всегда. И во всех местах бывает ровное и яркое освещение. Как было на CCC Open. Megaminx было собирать очень неудобно в некоторых местах. То есть какие-то места были более яркие, какие-то более темные. Неравномерное освещение. Ну, по крайней мере, я собирал Megaminx очень плохо. Здесь, на Гане, это будет играть роль освещения. При ярком нормально. При неровном, не очень. Дальше. Отсутствие рюшек, так называемых, ребер. На X-Maine цепляться удобнее. Просто и понятно. На самом деле, на Гане, вот эти вот выемки, они достаточны, если у вас слегка влажные руки. Вот прям чуть-чуть слегка. Но если они у вас сухие, то все это выскальзывает и проскальзывает. За пару дней до этого я просто помыл руки с мылом обычным. И они стали чуть суховатые. Ну, после жесткого мыла. Все. Собирать было невозможно. Все вылетало, все выскакивало. Сейчас в помещении пожарче. Видимо, руки более влажные. Меньше проблем с этим. Именно с зацепом. Еще. Что не так. Ну, начнем с того, что все-таки не так. Ганн. Очень быстрый Megamix. Он значительно быстрее, чем X-Men. Если вот брать скорость вращения граней. Настолько быстро, что иногда даже чрезмерно быстро. Как вот Даян. 3х3. Который Тенг Юм. Очень быстрый. И его бывает трудно контролировать. Если посмотреть движение граней. В таком положении. Вообще, малейшего прикосновения достаточно для того, чтобы куда-то эту грань деть. То есть, если вы чуть-чуть перекрутили грань больше, чем надо. Велика вероятность, что она пойдет еще дальше. К примеру. Надо вам решить вот такую пару. Каким-то образом. Раз. И все. И решили. А и потом дорешили. Здесь. Можно делать раз. И вот при этом движении. Граней уйдет дальше. И вот так оно должно быть. А вот так вот может быть. И оно уходит дальше. Туда. Легким прикосновением ваших пальцев. И у вас уже все теряется. На этапе сборки именно вот F2L. Это меня расстраивает. Да, это дело привычки. Я соглашусь с этим. Но. Когда вот так вот оно происходит. И уходит туда далеко. Неудобно. Неудобно. Я на этом, скажем, трачу какое-то время. Что еще сразу можно сказать. В отличие от X-MEN. Ну, как бы внутри у нас магнитные капсулы. Пластинки на неокрашенном пластике. Сам дизайн внутренних элементов. Такой же, как в 3х3. Здесь пчелинные соты. Все это там круто и современно. Это понятно. Но. Здесь более важно кручение. Поэтому давайте его перемешаем. И соберем, чтобы было видно. Перемешивать его на самом деле одно удовольствие. Легко и непринужденно. По массе, по весу. Это, наверное, самый легкий мегамикс. Наверное, это точно. Там чуть больше 100 грамм. То есть, 130 или 113. Прикреплю картинку. То есть, из всех существующих магнитных мегамиксов. Это самый легкий. Не скажу, что он тихий. Нет. Быстрый, но громкий. То есть, те же самые движения. На Galaxy. И на GANI. Более погремушечные. Возможно, в погоне за легким весом чем-то они тут жертвовали. Звук не такой, как хотелось бы. Но что есть, то есть. Соберем для начала что-нибудь. Собираем крест. Собираем первую пару. Вторую. Вот сейчас вот. Сделал вот так. И она ушла чуть дальше. Сейчас это было мне на пользу. Но так она бывает не всегда. Как некоторые знают, я не очень плохо собираю мегамикс. Это, наверное, моя самая продвинутая дисциплина. Из тех, в которых я участвую. Поэтому я, скажем, достаточно основательно подошел к этому видео. Меня уже там заспамили в комментариях, когда обзор на GAN. Вот вам видео. Но в этом видео будут только первые впечатления. И, соответственно, на базовые настройки из коробки. То есть сейчас я не буду рассматривать другие гайки. Совершенно. То есть вот только то, что у нас из коробки. То есть не настраивало, не накручивало, ничего. Как есть. И первые тысячи сборок я буду крутить именно с такими настройками. Как вы видите, все достаточно быстро. При таких алгоритмах надо быть осторожным. Потому что перекрут возможен и становится немножко опасно. Пытаешься контролировать. Ну и выходим мы на пятиугловый OLL. Который вроде бы даже решили. Вот сейчас было всего 2-3 момента, когда было неудобно контролировать этот мегамикс. Выпал легкий OLL, двухугловый. Он легко определился и стоял в удобном положении. Поэтому проблем здесь не было из-за серого цвета, который у нас есть. Я сижу под самой яркой лампочкой. Здесь включено 9 лампочек. Для того, чтобы всем было все хорошо видно в моем кабинете. Поэтому проблем сейчас с блеклостью не было. Звук, да, слегка погремушечный. И поскольку сборка сейчас была достаточно аккуратная, не показалась еще одна проблема, которая тут возможна. Именно в той настройке, которая приходит из коробки, в процессе сборки легко флипаются уголки. В первых сборках, в самых первых, к которым я тут только привыкал, это было чаще. Сейчас немножко подпривык к мегамиксу и стало пореже, но это возможно. Сразу скажу, что он достаточно такой растянутый, в базовой настройке, заводской. Не знаю, только мой экземпляр или все они такие, но это есть. И элементы вынимаются очень легко. Давайте их заодно посмотрим. Вот ребро. Вот такое хитрое. Сравнить его, наверное, ни с чем не нужно. Просто посмотрим, каково оно есть. Капсулы. Магнитные капсулы здесь не меняются, как и есть. Это вам не ганекс. И вот такой вот угол. Изящный, красивый. Тоже магнитные капсулы. Видим, какие тонкие пластиночки на неокрашенном пластике. Заметны вот эти вот соты, какие есть тут на внутренних элементах. Ну, как-то вот так. Что важно понимать? Я очень надеялся, что после выпуска ГАН-Х и Мегаминкса сделают с продвинутой крестовиной, которая, ну, Мерикл, там называется, где есть определенные положения, как можно отрегулировать гаечки. То есть не на глазок, а именно вот по определенным позициям. У нас есть вот три типа гаек, ну, четвертый внутри, и на них должны быть там отсечки, как повернуть жестко, дискретно. Их там достаточно количество положений. Но здесь обычная крестовина. Да, она гибкая. Да, это впервые на Мегаминксе вместо болтов гайки. Ну, это все-таки старая крестовина от ГАНа. Она, конечно, доработанная под Мегаминкс, но она не дискретная. Жаль. Да. Было бы, наверное, приятнее. Могли бы и сделать. Логотипчик здесь напечатан. И это, наверное, преимущество ГАНа по сравнению с ГАЛАКСи. Вы видите, что на ГАЛАКСи V2M я успел немножко спасти остатки логотипа, приклеив вот эту пленочку на V2LM. Я не успел. Логотип истратился в первые 100 сборок где-то. То есть, отрывается пленочка и то, что там напечатано, стирается. Здесь за 100 с лишним сборок ничего с логотипом не случилось. Яркий и красивый. Еще раз обратим внимание, что на ГАЛАКСи у нас выемки или ребра есть и на углах, и на ребрах. У ГАНа только на углах. В мятинге вот такие вот углубления. В некоторых случаях этого недостаточно. Но это, опять же, дело привычки. Могу ли я сказать, что ГАН выпустили самый крутой мегаминк, который есть на рынке? Бросайте все и бегите его покупать. Да, в принципе... Да нет. Это хороший, конкурентноспособный мегамикс. Как я уже сказал, в среднее время мне пока лучше на ГАЛАКСи. Но я не отвергаю той мысли, что привыкну к ГАНу и буду собирать на нем лучше. Феликс же собирает как-то. Если не ошибаюсь, он собирает на ГАНе, собирает там секунду за 40. Если я ошибаюсь, поправьте. Давно не следил. То есть, достаточно привыкнуть подобрать оптимальные гайки, оптимальные смазки. Изначально очень хорошо смазан мегаминкс. Проблем нет. Мегаминкс очень быстрый и его тяжеловато контролировать. С одной стороны, хочется сказать, что для большего контроля надо быть посильнее магниты, а сменных магнитов не завезли. Ну, а по-другому, посмотришь, вроде и нормальные. Они иногда вот так проскакивают. В большинстве случаев все и хорошо. Если на ГАЛАКСи такие повороты, они достаточно четкие, если не четкие, но если посильнее вот толкнуть, вернется на полтора раза. А вот в таком положении, она очень такая зыбкая, на магнитах вот этих вот, туда-сюда ходит, и можно не уследить. Бледноват. Если вот эти цвета все хорошие, которые от стрешки идут, то здесь вот, ну, как-то поярче. и серый цвет. Надо было поярче. Честно, большее удовольствие мне от первых сборок доставил МГС. То есть он более привычный. Я не уверен, что вот матовый пластик на ГАНе, это правильное решение было. Да, понятно, что привыкнуть можно ко всему, но как-то резко оно меняет наше представление о Мегаминксе. Для себя я пока понял одно. Имея все адекватные Мегаминксы, какие есть, магнитные, не магнитные, я прихожу к такому выводу, что вот получается уже сегодня, как вы увидите это видео, я поеду в Воронеж на чемпионат и собирать Ганом я там не буду. Я пока останусь на ГАЛАКСе. Но я продолжу тестировать Мегаминкс Ганновский и возможно он еще покажет себя. Поскольку если вот первый день прям совсем плохо, второй день тоже плохо. Сегодня уже почти неделю. И только вот вчера-сегодня стало время как-то выравниваться. Но все равно он пока еще больше, чем полторы минуты. Лучший результат, который я добился на Гане это минуту 13. Это даже как-то не смешно. И одна сборка была даже больше двух минут. Ну там где-то что-то со всеми потерял все. Если мы вспомним X-Men Galaxy V2 LM когда он пришел, я так же покрутил и просто я поставил камеру и решил несколько сборочек записать на видео. Так у меня там почти сразу была сборка за минуту. 1.01 Сразу обновилась сотка. Да, понятно, что после вот этого Мегаминкса почти такое же но удобнее и он дал нам улучшение результатов. этот более быстрый Мегаминкс. Более. Но очень-очень он непривычный. И именно в этом его главная беда. Если у вас никогда не было топового Мегаминкса и вы сразу хотите что-то премиум класса возьмете Ганн конечно с ним попугаетесь какое-то время. Но после бюджетки того же Цикван Бойса или Махфанговского Юксиновского он вам покажется очень хорошим. Но стоит ли это хорошее впечатление тех денег что за него сейчас просят? Это тоже очень хороший Мегаминкс. И пока Ганн его не превзошел. Пусть выпустят Мафанги третью версию. Что-то там улучшат. Весь он уже хрязный страшный чистить пора. Так вот после Ганна берем обратно Иксмен и кажется какой же он медленный. Но вот эта его как бы медленность дает нам божественный контроль. И сборки все равно идут лучше. Да я сейчас не так активно тренирую Мегаминкс. Но открутил 100 сборок на Ганни открутил следом сборок 20 на Галакси и тут лучше тут хуже. Открутил после этого опять сборок 20 на Ганни и на Ганни все равно хуже. Пока это работает вот так. возможно я криворокий возможно я подслеповат и мне такие цвета только мне будут неудобны. Вот что есть то есть. Да на Ганни можно показывать отличные результаты если к нему привыкнуть. Но привыкать потребуется наверное какое-то продолжительное время. Но на X-Many можно показывать результаты не хуже если у вас первый топовый Megaminx из этих четырех можно в принципе выбирать. А самый дешевый МГС если вас такое устраивает мой выбор X-Many пока что но Ган для любителей или профессионалов для любителей Гана или профессионалов в Megaminx которые хотят попробовать все Обещали что Ган будет прям сильно дороже там тысяч под 8 российских рублей но вроде бы в России даже меньше 4 он продается уже так что все не так страшно опять же стоит ли он своих денег наверное да хотя за эти деньги хотелось бы увидеть еще крестовину дискретную возможно сменные магниты думаю тут вполне можно было бы реализовать на ребрах же они меняются пусть это будет не так изящно как на трешке хотя не наверное было бы это тяжело реализовать поэтому они это делать и не стали если на трешке можно выдвинуть и поменять здесь они как-то торчат не полностью ну при желании я думаю можно было и это сделать по крайней мере подумать в принципе это наверное достаточно сил магнитов здесь надо уже играть больше с пружинами откручу тысячу в такой настройке если мне хватит терпения на это честно думал сотку не докручу то есть вот так он плохо шел первые дни просто вот думал у меня не хватит терпения ну под конец вроде получше пошло вот такой вот сумбурный первый взгляд первые впечатления на мегамикс от Гана не торопитесь его покупать обожать лига на закидает мне сейчас помидорами ну что поделать не идеален этот мегамикс могут лучше ведь выпустили они так себе двушку и потом сами признали что она так себе и выпустили версию получше 249 251 пока еще готовится к выпуску я все равно не стал любить 249 м v2 но все таки они признают свои ошибки развиваются и это хорошо я не стал покупать ган x предпочтя за те же день купить татминкс 100 анбоксинг кто видел я не стал покупать ган 354 м поскольку для моих рук он мелковат и как бы отдельный кубик меньшего размера среди тех 80 трешек моделей трешек которые у меня есть как-то смотрелось бы так себе ну а мимо мегаминк цыгана я не смог пройти а на этом наверное все всем спасибо всем пока пока